Ну что, друзья мои, всем привет! И начну с того, что хочу поблагодарить всех за такую достаточно энергичную и энергетическую поддержку канала, потому что мы это чувствуем и по вашим лайкам, и по подпискам, и по донатам. И, конечно, это страшно приятно. И если кому-то еще захочется до этого, то переходите по ссылке Патреона в описании к видео и узнавайте о наших подарках меценатам проекта. Мы можем все, в том числе, ознакомить вас со своими героями. Мы обещаем вам личные встречи, мы обещаем интересное общение, потому что, ну, возможность общаться ближе – это всегда для двух сторон хорошо. Ну что ж, начну с новостей. В понедельник неделя эта началась с дня рождения нашего президента Владимира Зеленского и главное событие в офисе президента, как вот мы знаем по событиям позавчерашнего дня, это был не столько сам фуршет, который был вместе с фракцией, сколько все были в ожидании того, какова же будет судьба депутата Александра Дубинского. И президент сказал о том, что он считает, что депутат должен покинуть фракцию. Конечно же, я думаю, что Саша Дубинский предполагал что-то подобное, потому что недавно он получил санкции от Министерства финансов Соединенных Штатов Америки. Конечно, был грандиозный скандал и были определенные сигналы из офиса президента, но он сказал президенту, что он из фракции выходить не будет. И, ну, говорят, что президент пошутил и уехал, да. И, в принципе, там близкое окружение Александра Дубинского считалось, что там как-то это можно дело сбросить на тормозах все-таки, да, там потихонечку отсидеться месяц-два. Но сегодня неожиданно Александр записал видео, где очень жестко обратился к президенту и сказал, что его обманывают, что его вводят в заблуждение, что он не считает себя в чем-то виноватым. И поэтому, конечно же, выходить добровольно из фракции не будет. А если его исключат из фракции, то он будет это считать началом развала таковой. Когда вы говорите мне, что этим я дискредитирую партию «Слуга народа», я с этим категорически не согласен. Именно поэтому никакого добровольного решения о выходе из фракции «Слуга народа» не будет. Ну вот такая позиция была у Дубинского. А вчера Верховная Рада голосовала закон по референдуму, тот самый закон по референдуму, который был обещан украинцам, когда еще только Зеленский шел в президенты во время предвыборной кампании. К этому закону есть вопросы и есть претензии по многим пунктам. Я сейчас их освещать не буду, но тем не менее закон проголосован. И мы знаем, что в партийном чате Давид Арахами, который возглавляет фракцию, пообещал исключить каждого, кто продаст свой голос или не поддержит президента. Потому что ходили такие слухи, что якобы Коломойский профинансировал кампанию по срыву голосования за вот это вот программное обещание президента. Но все-таки, тем не менее, голосование произошло. И закон проголосован во втором чтении законопроект 36.12 по референдуму по народовластию. Новые соцопросы, конечно же, вызвали очень много вопросов. Их обсуждали все и в эфирах и так далее. Это было буквально вчера. Вот вы видите на экране таблички. Одна таблица посвящена самым популярным в Украине партиям, другая посвящена политическим деятелям. И мы видим, что если персональную таблицу возглавляет все-таки Зеленский, хотя его личный рейтинг все-таки подупал, скажем прямо, за ним уже там вплотную дышит Петр Порошенко, чего раньше не было, потому что разрыв между ними был очень велик, то, конечно, вот с соцопросами партии – это, конечно, вопрос. Почему-то на первом месте оказалась ОПЗЖ. И это, конечно, сигнал для всех. А партия потом за ней, по-моему, европейская солидарность бьет и только на четвертом месте слуга народа. Что, конечно, для правящей партии, для моно-большинства это практически пощечина и вызов, потому что еще недавно они были первыми. Ну и, конечно, не обошлось без скандала. Например, Олег Лешко возмущен соцопросом к МИС, потому что еще в декабре, ну, совсем недавно, радикальная партия была с рейтингом 6,1, 6%, чуть больше 6%. А уже в январских опросах она почему-то вообще пропала из списка. Ну, мы знаем, что так вообще-то не бывает. Поэтому начались обвинения, начали говорить, что вот это вот внезапное, так сказать, появление на первом месте ОПЗЖ и отсутствие Лешко говорит о том, что Медведчук заплатил Паниотто, который разглавляет КМИС, 70 тысяч за опрос. Ну, какая-то сумма странная, в общем-то, немного заплатил, да. Ну и, конечно, это только слухи. Это написано было в телеграм-канале «Тайный депутат». Если, насколько я помню, канал, который еще много пишет о политике, ну, это по названию уже понятно. Но это, повторяю, это на уровне только слухов. И, конечно же, знаете, все скандалы, которые связаны с политическими деятелями или с, там, не знаю, государственными какими-то органами, они всегда, к сожалению, очень редко получают комментарии власти самой. А вот, конечно, хотелось бы, чтобы официально прокомментировал Медведчук это, хотелось бы, чтобы официально прокомментировали вот такое падение и глава фракции, и так далее, и корректность этих цифр, потому что, честно говоря, у меня давно уже есть сомнения в том, что социология как наука на посоветском пространстве вообще, в принципе, существует. По той простой причине, что мы знаем, причем знаем не понаслышке, как можно купить соцопросы, как можно продемонстрировать общество, что определенные политические процессы начали корректироваться в эту или в ту сторону. И мы уже давно видели, да, там, например, самый горячий пример, последние выборы в местные советы. Господина Попова, который занял, если мне не изменает память, второе место после Виталия Кличко на киевских выборах, вообще не было вопросов. То есть социологи не включали его. Такое ощущение было, что, в принципе, никто даже не знает, что он идет на выборы, что у него нет компании, хотя компания у него была, и можно было показать результаты. А вот те, кто был на втором, третьем, четвертом месте, их не оказалось при голосовании. Значит, либо эти процессы отдельно каким-то образом идут, что странно, да, и погрешность не 1-2%, как это обычно принято в мировой, так сказать, социологии, а гораздо больше. С другой стороны, постсоветская социология, она же всегда представляется потребителю без того сего объема информации, с которым работают исследователи. Если на Западе, в принципе, принято все это давать для того, чтобы оценить корректность цифр, то у нас, конечно, нет. У нас дают только одни цифры, и это всегда вызывает вопросы. Ну, а если говорить о скандалах с всевозможными, так сказать, нашими государственными органами, то, конечно, самый веселый и самый крутой скандал этой недели. Это один из замов главы СБУ сбежал при попытке его арестовать, его задержать. Ну, так официально, по крайней мере, это было первое такое сообщение СБУ. Пытались его арестовать за якобы то, что он якобы заказал второго зама СБУ убить. Ну, поначалу были такие сообщения. Потом СБУ сказал, что ничего подобного, арестован какой-то другой полковник и так далее. А вот этот человек, у него сразу, это так называемый генерал нескоромный, появился тот же телеграм-канал, где он пишет, что он сидит в Германии и в скором времени даст обличающую какую-то информацию, как работает украинская СБУ, какая там коррупция и так далее. Ну, как мне говорят профильные сотрудники в Куларах, они говорят, что, скорее всего, этот генерал все-таки находится в Украине, ни в какую Германию он не сбежал, он не уехал, потому что у него не было такой возможности. И последние дни что-то как-то, так сказать, ничего не слышно о нем. Не в телеграм-канале, не где-то в другом месте. Возможно, идут переговоры уже с руководством СБУ. Но сам факт, что вот это все происходит, наводит на мысль, потому что в прошлые годы, что бы ни случалось внутри этой службы, они никогда в жизни не вываливали мусор из СБУ. Ну, не было такого. Поэтому в этом смысле это, конечно, нечто новое. И раз мы заговорили об СБУ, я хочу сказать, что офис генпрокурора, сегодня сообщение появилось, офис генпрокурора выплатил 20 миллионов гривен компенсации своим бывшим работникам, преимущественно люстрированным прокурорам и тем, кто не прошел переаттестацию. Друзья мои, знаете, я ведь, когда начался процесс люстрации, я разговаривала с очень многими людьми, людьми, которые ратовали за эту люстрацию, говорила о том, что процесс этот незаконный, он нарушает права человека. Об этом потом сказала Венецианская комиссия. Об этом потом сказал суд по правам человека. И когда Ирина Венедиктова, она же генеральный прокурор, была избрана на эту должность, буквально через несколько месяцев она пришла на интервью в прямой эфир программы «Народ против», которую я имею и честь и удовольствие вести на украинском телевидении, я у нее спросила, вот сейчас начнутся выводы суда по правам человека международного о том, что люстрация прошла незаконно. Кто будет выплачивать всем этим десяткам людей, десяткам прокуроров и работникам правоохранительных органов, кто им будет выплачивать компенсацию за то, что они не имели возможности работать? И она говорила, у нас нет денег, никому никакой аттестации мы платить не будем. Я отлично помню этот ее ответ в эфире. И вот сегодня, пожалуйста, цифра 20 миллионов гривен компенсации. И я думаю, что на этих 20 миллионов гривен все не закончится. И, конечно же, есть очень много таких людей, которые просто пользуются этой ситуацией. Например, некий прокурор Чумак, Виктор Чумак, бывший народный депутат Украины, он прослужил по контракту с Минобороны военным прокурором аж 16 дней. Не 16 лет, или даже не год, а 16 дней. И в сентябре 20-го года Виктор Чумак обратился в Киевский окружной административный суд с иском, в котором потребовал признать противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Киеве об отказе в осуществлении без ограничений пересчёте и выплате пенсии из расчёта 88% размера денежного обеспечения, установленного по должности зам генерального прокурора, военный прокурор. Вот должность, которой он занимал 16 дней. Феерически, по-моему. Вот, знаете, вот феерически. Всегда заведовало людям, у которых, вот, знаете, всё нормально с самооценкой, то, что называется. И генерал Чумак, который вот получил генерала тоже, там, как раз накануне, он решил за 16 дней всё-таки получить пенсию, потому что, знаете, ну, только бизнес, ничего личного. Вот, поэтому очень хочется, знаете, чтобы... А я понимаю, что юридической оценки этому никто не даст, и этому невозможно дать юридическую оценку. Но моральную оценку Виктора Чумаковича, публичной, я думаю, что он всё-таки получит. Ну, ещё одна благая весть. Штрафовать за отказ обслуживать на украинском языке начнут не с 16 января 2021 года, а с 16 июля 2022 года. Со словом языкового нашего амбудсмена Кремния, штраф заставят платить только тех, кто категорически отказывается обращаться к клиентам на украинском языке и на кого уже есть две жалобы. Не буду ничего комментировать. Лучше покажу один документ. Вот видите, на экране как раз документ, который подписан языковым амбудсменом Тарасом Кременем. Вот по количеству там красного чернила вы видите, сколько ошибок в этом тексте, написанном на украинском языке. Ну, то есть, ну, я не знаю, есть ли ответ на вопрос, от кого собирается защищать украинский язык господин Кремни. Возможно, от себя. Так тоже бывает. Как бы это не парадоксально. Очень много обсуждали Юлию Тимошенко на этой неделе по разным поводам. Но, конечно, она вот только ее... Она была в отпуске новогоднем, она не появлялась в публичной сфере. И вот она появилась, там, наверное, больше чем через месяц. Выглядит Юлия Владимировна роскошно. Сразу же начались там разговоры какие-то. Вот вы сейчас видите на фотографии, да, роскошно выглядит. Начались там разговоры, пластика, не пластика. Но вот, знаете, меня всегда поражала готовность постсоветского человека обсуждать и обсасывать там возраст, внешность, кофточки, каблуки, еще что-то. Всегда хочется сказать, ребят, ну, у вас же там есть же собственная жизнь, да, есть собственное представление об эстетике. Посмотрите вокруг внимательно. Так ли хорошо выглядите вы лично для того, чтобы давать оценки кому-то? Тем более, что когда речь идет о политике, то, мне кажется, скорее нужно давать оценку деятельности политик. Но сегодня уже все забыли о внешности Юлии Владимировны. Один из сайтов, сайт-буквы, по-моему, сфотографировал, как всегда это бывает, сверху, в Верховной радио, у нас же там есть такой балкон для прессы, и оттуда очень часто фотографируют телефоны депутатов и сфотографировали экран телефона Юлии Владимировны. Оказалось, что якобы она переписывается с главой офиса президента Андреем Лермаком. Переписка милая очень, он там приглашает ее. Ну, видно, что они состоят в таких достаточно теплых и лояльных деловых отношениях, деловых, подчеркиваю. Он ее приглашает в гости, она говорит, конечно, заеду. Вот, и так далее. Мы помним, что одно время у Юлии Владимировны был конфликт с офисом президента, они не общались, и они говорили прямо о том, что они являются сегодня оппозицией в парламенте. Ну, не знаю, может быть, сегодня они уже не совсем оппозиция, как выразились некоторые журналисты, дружественная оппозиция. Такое ведь тоже может быть, правда? Есть еще одна тема, которую сейчас не афишируют, это Давос 2021 года. Где там, вы знаете, что Давос, там это место, где обсуждают глобальную экономику, новые вызовы и так далее. Поскольку этих вызовов дофига, и пандемия, и экономический кризис, и там новые технологии, и взаимоотношения между странами экономические, там, я не знаю, военные союзы, новые и прочее, то в Давосе есть о чем говорить. В этом году Давос онлайн проходит. И тем более удивительно, что Украина в этом году не участвует в Давосе. Никто, ни один политик, ни один бизнесмен, ни одна делегация не зарегистрировались. И, конечно же, это вызывает вопросы, почему так, почему в этом году, к сожалению, ничего не произошло. Хотя нам сейчас, как никогда, нужны новые партнеры, новые инвестиции и вести эти новые диалоги. Количество YouTube-каналов, как вы знаете, растет постоянно, и контент не перестает удивлять. В этой связи невозможно не вспомнить о том, что там покойный Ларри Кинг, уже покойный, к сожалению, который ушел от нас на прошлой неделе, говорил о том, что хорошее интервью – это интервью, в котором не видно интервьюера, но очень хорошо раскрывается человек, который пригласили на интервью. Ну, уже, в принципе, не так. Интервью, которое выпустила в начале недели Ксения Собчак, оно удивительно по жанру совершенно, такое, знаете, своеобразная самопрезентация Ксении Собчак, где, по сути дела, непонятно, где, мне кажется, Никита Ефремов просто стал поводом, предлогом для этой самопрезентации. Потому что, во-первых, по форме – это как бы два такие, знаете, два курсирующие корабля. С одной стороны дают интервью психотерапевту Ксении Собчак, с другой – Никита, потом они между собой разговаривают и так далее. Мне надо было пройти вот эту боль и вот это отчаяние. Сколько тебе было лет? Мне было больше 20. Там очень много о ней. Она рассказывает о своем детстве, о своих комплексах, о том, почему она бросает людей, как она их бросает и так далее. А разговор с Никитой – это такой жадный допрос, который иногда на уровне где-то практически насилия. «А ты чувствовал свою вину за то, что отец пьет? А ты бы мог простить на месте родственников убитого? А ты пытался покончить с собой? А как это было? А кто тебя спас? А кто тебя нашел?» И вот знаете, когда с такой какой-то достаточно искусственной жалостью, но с едва сдерживаемой жадностью и любопытством. Это безумно интересно. И вот все эти разговоры о том… Кстати, Ксения Собчак не очень любит женщин, потому что о сегодняшней подруге Никита, она говорит с каким-то таким снисхождением. «Ну, а ты хочешь на них жениться? Ну, ладно, не будем обижать девочку, но там еще что-то». Ну, вот знаете, с мужчинами она никогда так не разговаривает, и в этом есть такой определенный шовинизм. Хотя Ксения всегда подчеркивает, что она феминистка и современная феминистка. Но бог с ним. Допустим, знаете, есть вещи, которые… Ну, как вам сказать? Ты все равно шелезь кому-то под юбку рукой, а ты сломан, вот ты считаешь, что ты не сломан. И одну сестра же твоя, очевидно, сломана. И там ее выбросили, и для нее ничего не сделали и так далее. Поэтому так и хочется сказать Ксения, какого фига вы изображаете все имя себя воспитательницей, потому что среднее между воспитательницей и психотерапевтом. И в этом смысле, когда она рассказывает, это был один момент, когда она рассказывает о том, что она поняла, что она достигла дна, когда однажды, не то спохмелья, не то пьяная, в 6 часов утра она пришла в ресторан «Пушкин», а ее не пустили. И вдруг я поймала себя на том, что вот та пьяная Ксения, которая ломится в 6 часов утра в какой-то ресторан, там ничего с она не мыта, как она сама сказала, почему-то в том прошлом времени вызывает гораздо больше симпатий, чем вот эта вот благополучная, холеная, как это жадная до каких-то там чужих тайн, которые с собой-то не всегда проговоришь женщина. Причем тайн не тайн духа, а тайн вот каких-то таких. А было ли вам хорошо? А хотели ли вы повеситься? Вот это вот все какое-то такое. Я хочу предупредить, что мои впечатления об этом интервью, они очень субъективны. Возможно, я тысячу раз не права. Возможно. Но, знаете, я вспомнила Довлатова, когда смотрела этот гимн своего довольства, я вспомнила знаменитая, довлатовская «Нормальный человек бросил меня в полном одиночестве», а не «Нормальный» предлагает кофе, дружбу и чулан. Так вот, Ксения настолько, как мне кажется, навязчиво предлагала кофе, дружбу и чулан, чтобы в какой-то момент стало очень неловко. И, скажу честно, я не смогла досмотреть до конца. Ну и закончу сегодняшние новости вот чем. Много говорят о Марии Максаковой, уехала она, не уехала из Киева и так далее. Несколько дней назад она сняла по телефону, она говорит, что сын здесь, в Киеве, и что она, конечно, вернется. Но понятно, что Маша Максакова может жить, где она хочет. Хочет в Киеве, хочет в Москве, хочет в Нью-Йорке и так далее. Она поет, она актриса, у нее есть профессия. И мне кажется, что через 4 года после смерти ее муж нужно поставить точку на каких-то политических делах. Каждый человек в этом мире имеет право жить, где он хочет. И не обязательно в этом смысле, знаете, бродить по каким-то бесконечным сенсациям НТВ и прочее, которые вообще неизвестны, для кого сниматься. Ну, собственно, известно. Ну, и Бог с ним. Современное телевидение, оно же все равно скорее мертво, чем живо. А меня порадовало, что по результатам опроса американцев, какая книга оказалась, она оказала наибольшее влияние на их жизнь. После романа «Атланта» расправил плечи, вернее, не после, а перед романом на первом месте, все-таки Библия. То есть людей волнует вечные ценности. И что-то я так подозреваю, сколько бы ни говорили о новой реальности, все равно они их будут волновать. Все равно каждому из нас. Надо, чтобы его любили, каждому из нас нужно понимать, а зачем, собственно говоря, все это происходит. Во имя чего мы здесь. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова